Девочки, здравствуйте! Здравствуйте! Просим ответа. Спасибо большое! Как, нужно отломить ее? Да, ломайте. Как вам удобно? О, пусть и мои хорошие. Что у вас? Ты счастлива? Ну, я еще не поняла до конца. Спасибо большое. Или ты еще не накаталась? Ну, да. Еще понедельку, да? Немножко потерялись, поэтому немножко расстроилась. Ладно, не переживать. Ну, главное, на финиш приехали? Да. Я надеюсь, что это все хорошо. И вот мы видим новую чемпионку, повторную. Нет настроения улыбаться. Нет настроения улыбаться. Вот. Пряник и подсолнух. Это вообще ради чего я сюда приехала. Вот и все. Прекрасно. Я надеюсь, что все-таки, ну, конечно, у нас первое место. Сейчас посмотрим еще уже, как минимум, окончательные результаты. Тебе понравился шелковый путь? Ты второй раз на этом марафоне? Конечно, понравился, но так все быстро пролетело. Мне кажется, что еще должна впереди быть неделя. И еще должны быть какие-то сложности, трудности. То мы выигрывали, то проигрывали вот каждый день. Весы или в нашу сторону, или, наоборот, в сторону наших конкурентов. Некоторые были моменты, когда я думала, ну, мы думали, что сейчас машина ляжет. Да. Рисковали. Я думаю, не очень понравилось это нашим соперникам. Потому что второй раз снова блондинки на подиуме думают, да что ж такое-то? В чем, в чем вообще секрет? Надо куда-то еще поехать на Дакар. Поблагодарю Айрата Мордеева, который сегодня предоставил мне свой гибрид. Потому что у меня мой Ханс натер, ну, ключицы в кровь. И он вчера снял прям себя. Потому что у них запасной очень большого размера. И вот отдал свой, чтобы было комфортно. Позвращаем. Это победный. Спасибо. Это наши друзья. Помогают нам. Почему я не понимаю, вот, куча топ-гонщиков разложилась за этот шелковый путь, а вы как-то проехали вообще легко и непреружденно. В чем ваш секрет? Мне Маша уже говорит, да, не диктуя. Яма-2, яма-2, яма-2. Яма-3, понятно, мне кажется. Некоторые пилоты, возможно, как бы пропускали эту информацию. Они все раскладывались на Яма-2. То есть они не зачитывали прямо? Нет, я думаю, зачитывали. Просто я зачитывала раз в десять. У вас есть какие-то нарядные комбинезоны без грязи? Или вы в них пойдете? Черт. Надо же нарядиться, да? У нас есть подиумные комбинезоны. А, серьезно? А шампанским-то вы будете обливаться? Ты знаешь, в прошлый раз все они как-то начали с Машей поливать друг друга. У нас уже есть опыт. Мне так сильно пало с ее бутылки шампанское в глаза. Я говорю, Маше я не вижу машину, куда садиться. Поэтому в этот раз я попрошу, чтобы мы на какую-то сторону. Поливали другие глаза. Да. Так не знаю. Н Boris, не знаю. Поливали меня первая часть. Поехали. Я думаю, что мы всем знаем, мы примем его подписаться. Душа. Так... Каплин. Друзья. ! Поехали. Черт. У нас все время. Машей. 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 Ради. До свидания. До свидания. Вот замечательно. А второй гуляет? Второй гуляет. Спасибо. Скажи, понравился тебе вообще вот этот этап чемпионата России, совмещенный с шелковым путем? Да, в целом нормально. Я так понимаю, что организации на ралли-рейдинг в принципе не бывает супер хорошей, поэтому... Что не понравилось? Прежде всего, во-первых, дорожная книга. Ну там то бьется, то не бьется. То есть там 100-100 метров налево надо повернуть, проезжаешь 500 метров этот поворот. И от него дальше отбивается все. Ну то есть постоянно по метражу все не бьется. У меня проблемы с дорожной книгой, я как бы много ошибок делаю. Можно ехать все быстро, намного быстрее, если ты уверен в том, что у тебя в книжке все верно изображено. Если изображена херня, ты начинаешь ошибаться. Когда ты начинаешь ошибаться, у тебя появляется неуверенность. Когда у тебя появляется неуверенность, ты начинаешь ошибаться еще сильнее. Вот и все. Очень простая арифметика. Ну и так, в организации слишком поздно информацию организатор дает всегда. То есть надо чуть оперативнее. Вроде бы и группы создаются в WhatsApp, и люди там информацию присылают. Ну как это все вот такое, ну езжайте на старт. А что там? Ну сократили доп. А куда ехать? Да езжайте прямо 50 километров. Ну это все так, кажется, не совсем как бы профессионально, что ли. В ралли такого нету? Практически нет. Что-нибудь понравилось вот так можешь отметить? Еда на Биуаке понравилась, больше всего. Это самое, наверное, приятное, что приезжаешь, а тебя там ждут. Ну не, неплохое приключение. Доехали от Астрахани до сюда своим ходом, еще до Москвы сейчас доедем. А можно и от Пекина ехать, да, или как угодно. В этом есть свои идеи, но к этому надо гораздо серьезнее готовиться, как нам, так и организаторам. Ты сейчас все равно, скорее всего, по итогам трех этапов возглавишь Абсолют. Ну здорово, ну что, будем тогда бороться за Абсолют, что делать? Москву! 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 Слушайте, ну как всегда, гонка на высоте, организация на высшем уровне, все круто. Ну, финишировали без педализации, по крайней мере, да? В отличие от многих, да. На своих колесах машина даже жива. Сейчас масло зальем, она заведется. Она сможет въехать в Красную площадь? Да, конечно. Ну правда, маслица там с нее капает, ну так, ничего, мы аросим Красную площадь машинным маслом. Надеюсь, нас простят. Это же технический вид спорта, мы делаем все, что можем, для того, чтобы финишировать, добраться до финиша. И как можно больше российских участников были на международном, на финише международного ралли «Шелковый путь». «Шелковый путь» «Шелковый путь» «Шелковый путь» «Шелковый путь» «Шелковый путь» «Шелковый путь» «Шелковый путь»